Девушки отдыхают 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 Но с ними вы, во-первых, воевать будете крайне редко, во-вторых, ну, что вы хотели, ребят, назовите хоть один тяжелый танк седьмого уровня, который успешно танкует против девяток, да в принципе, назовите хоть один танк седьмого уровня, который успешно воюет против девяток, ну, кроме арты, конечно. Поэтому броня это действительно самое главное достоинство нашего танчика, ну, еще бы, все миллиметры и наклоны взяты с тяжелого танка на уровень выше. Тот же тигр Порше, который раньше считался крепким, ну, сейчас просто нервно курит в сторонке. Тигр обычный и, в принципе, не особо-то танковал, так что рядом он и не стоял со своим квадратным корпусом. И если на восьмом уровне королевский тигр, я имею ввиду прокачиваемый, не особо танкует, то наш американец на седьмом чувствует себя весьма вольготно, вы прям реально ощущаете себя на полуровне и сильнее своих тяжей одноклассников. И порой можете, ну, позволить себе сыграть чуть агрессивнее, понадеяться на броню. И что касается стабильного танкования, наша машинка себе реально это может позволить. По орудию я был честно удивлен, я думал, что все-таки за свою броню наш тигр будет расплачиваться всем остальным, но нет, ребят. Кстати, орудие тут все-таки не от восьмого уровня, как вы могли бы подумать, а нормальная пушка седьмого уровня, такая же, как и на других тиграх. То есть здесь не 320 альфы, как на тигре втором, а все-таки самый обычный 240 единиц урона. И если сравнить с тигром первым, где орудие прям, ну, невероятно классно для своего уровня, то в сравнении с ним виден сразу один минус, это само собой отсутствие такого же ДПМа. Но, по факту, это все. Цифры я не буду вам называть, сами на экране видите, но что могу сказать. Здесь вполне комфортная стабилизация, хорошая конечная точность, да и при этом сводится пушечка тоже весьма приятно. То есть никаких проблем при стрельбе у вас возникать не будет. Здесь все довольно-таки хорошо сбалансировано и нет нигде каких-то прям жестких провалов. И что еще меня удивило, это УВН минус 8 градусов. То есть даже при игре от холмов мы не чувствуем никаких особых проблем. Ну и бронепробитие базовыми снарядами 203 мм, как такой дополнительный бонус. Само собой, голду заряжать придется редко. Но она, если что, пробивает 237 мм, тут никаких рекордов, к сожалению, нет. Ну и касательно ДПМа еще, если на Тигре первом вы прям чувствуете свой пулемет, вы едете, отстреливаете пыщ-пыщ снаряд за снарядом, то тут само собой не так. Однако здесь нет сверхдолгой перезарядки. Она на самом деле просто нормальная по уровню и опять же провалом это считать нельзя. То есть просто хороший, стабильный такой средний по уровню ДПМ. Ни рекордный, ни низкий. По итогу, казалось бы, за наше бронирование нужно платить. Но это не тот случай. Отличнейшая пушка, стрелять с которой крайне комфортно. И никаких проблем ни на дальней, ни на ближней дистанции мы с этим орудием не испытываем. И это, конечно, такой приятный сюрприз, который, ну, возможно, вас удивит. Хотя уже, наверное, вряд ли, потому что я вам про него рассказал. Касательно динамики. Само собой, тут все как и должно быть. Мы тяжелый танк и впереди всех в атаку не летим. Удельная мощность 10 лошадиных сил на тонну. Максималка 38 км в час, которую мы не набираем никогда. Ну, разве что с какой-нибудь горки Химмельсдорфа. Однако, ну, динамика такого обычного тяжика. Ничего сверхъестественного. Но прям слоупочным я его тоже не назову. Если надо немного сменить позицию, переехать, для него это не самая большая проблема. Ну и обзор, как для тигров, если он посмотреть, он вполне обычный. 380 метров. Но, в целом, по седьмому уровню это весьма неплохие цифры для тяжика. Поэтому, касательно модулей, я сюда поставил досылатель, усиленные приводы наводки, чтобы сведение еще лучше сделать. Стабилизатор здесь, к сожалению, нельзя поставить. Ну и третьим модулем я все-таки поставил оптику, потому что, ну, на седьмом уровне вам частенько придется самому себе светить. И она тут гораздо полезнее будет, того же вентилятора. И я считаю, это оптимальный набор на этом танке, и никаких тут вариаций особых нету. Кстати, у меня этот танчик ни разу не горел, и я играл на нем с колой. А с ней обзор еще дополнительно поднимается, и у меня он составил аж 462 метра. Кстати, не помню, по-моему, у меня был перк боевого братства и радиоперехвата. Ну, третьего перка на обзор, я не помню, как он называется, у меня само собой не было. Ну и для седьмого уровня это цифры запредельные, так что светить самому себе, светить союзникам никаких проблем. Ну и параметры пушки, благодаря доппайку, лишний раз поднимем, будет еще удобнее стрелять. К тому же, обычно фармят все-таки на прямах восьмого уровня. Тут же премиумность танка можно использовать, чтобы лишний раз в минус не уходить. Хотя, даже с колой фармил я так весьма неплохо, как для танка седьмого уровня. Ну и итог. На мой взгляд, американский тигр без каких-либо вариантов сейчас один из самых лучших танков седьмого уровня, на котором прекрасно можно играть, прекрасно можно нагибать и показывать результат. Реальное наличие брони, которой можно пользоваться, неплохая пушка, увы, на минус 8 градусов, годный обзор еще при этом. Ну, ребят, я не знаю, у этого танка просто нет минусов, которыми реально можно было бы придраться. На имбовость я бы не сказал, что он претендует, но все же. К тому же, еще раз повторю, это танк седьмого уровня, то есть мы иногда попадаем к пятеркам, а там уже, да даже с шестерками, мы уже от них просто ничего не оставляем и просто катками своими давим. Про уязвимые зоны только помните, ну и любителей пострелять голдой тут лишний раз стоит избегать. А вообще, я и правда был приятно удивлен, я думал, тут будет очередной тигрообразный безинтересный прем, а на стриме вместе с вами сыграл первый бой и понял, что танчик действительно стоит того, ну, скажем, чтобы на месяцок твич подписку оформить, поиграть на нем, а потом уже можно и забыть на самом деле. Все-таки танк седьмого уровня, особо долго на нем задерживаться не стоит. Единственное, к особенностям игры на семерках привыкнуть надо, а то и досюда порой доходит песочный рандомный хаос. А так, без вариантов. Может быть и не самый фановый, но один из самых сильных танков своего уровня, который спокойно может за счет брони и хорошего орудия противостоять восьмеркам. Кинг Тайгер, танчик, который теперь, безусловно, один из моих любимых на своем уровне. Ну, а у меня на сегодня все. Пишите, что вы думаете об этой машинке, будете ли вы ее получать через твич подписку, или вам не хочется со всем этим делом маяться, и вы просто забьете на это. Ну и, как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь, и увидимся в следующих видосах. Субтитры добавил DimaTorzok